сегодня у нас преобразование фурье и быстрое преобразование фурье и все зачем это все это нужно и где она применяется это она такая одна лекция она очень обзорная в ней есть конечно формулы но не только форму начнем давайте сразу обсуждать дискретное призывание фурье можно было бы начать с преобразования френа так потребовало бы сильно больше времени этом дал ссылки дальше потом в конце где можно писать про обычное преобразование фурье этом там связано с тем которым мы сегодня рассматриваем пусть у нас есть некоторый но в данном случае многочлен а с коэффициентами а0 а минус 1 мы потом будем пользоваться тем что у нас n эта степень двойки когда будем делать быстрое призывание фурье но в общем случае это не так и может быть произвольным целым натуральным числом и дискретное преобразование фурье это преобразование которое использует все коэффициенты этого многочлена используются все аиты для того чтобы сгенерировать новый коэффициент получается новый многочлен с коэффициентами беккатова каждый коэффициент это сумма такого ряда что в этом ряду в этом ряду коэффициент исходного многочлена домножаются на комплексные корни n-ой степени из единицы сейчас мы по них немножко поговорим мы берем этот многочлен и в него в качестве x подставляем конкретный корень n-ой степени из единицы и этот корень n-ой степени из единицы w n-ой мы возводим степень минус к мы получаем так другой другой корень n-ой степени из единицы вот и вычисляем значение многочлена это будет коэффициент здесь важно значение многочлена будет новым коэффициентом в преобразовании фурье в новом многочлене давайте чуть-чуть про корни проговорим я так понимаю еще комплона у вас особо не было поэтому здесь может быть не очень все понятно будет вот но значит что у нас корнями все корни если посмотреть на комплексные числа на плоскость комплексных чисел есть действительно мнимая ось то вот у единички есть если мы хотим взять решить уравнение x в степени n равно единице найти все такие корни которые удовлетворяют этому уравнению комплексных числах то есть если бы у нас была действительно ось да если мы решали бы в поле действительно чисел то там у нас было бы только один 1 2 1 2 решения зависит от того n четное или нечетное там было бы один или еще иногда минус 1 вот в комплексных числах любое уравнение этой степени всегда имеет ровно n решений ну возможно задвоенных вот но просто эти решения они имеют еще какую-то там немую часть и вот их степени n равна единице она имеет ровно n решений и они все лежат на окружности то есть у них модуль равен единице да при так как произведения модуль произведения равняется произведение модуль числа модуль числа это сумма корень и сумма квадратов действительно мимой части поэтому они их так как их модули в произведении да при возведении степень перемножаются да тоже возводится степень так как модуль единицы это единица то модуль каждого корня это тоже единица поэтому они все лежат на окружности более того у них есть этот вот угол да и можно представить его как есть степени 2 пи поделить на n что то же самое что косинус 2 пи поделить на n плюс и синус 2 пи поделить на n да это число на окружности где угол отложены до этого пи поделить на n это будет первый корень еще есть нулевой корень к сама единица вот здесь вот пять корней здесь решалось равнение к степени 5 равно единице вот у нас будет потом n это всегда степени двойки поэтому круг будет делиться всегда поровну потом еще поровну потом еще на 2 то есть на 4 на 8 то далее частей у нас будет такие вот корни единицы вот эти вот w n их нужно будет вычислять чтобы посчитать преобразование фурье нужно взять исходные многочлен и подставить него этот корень и новое значение этого многочлена это будет число с действительно немой части так что еще важное свойство сумма всех корней равна нулю вот по картинке это было бы видно если бы это было четная степень да там то здесь противоположности всегда бы складывались но даже для нечетных это тоже верно когда у нас пять корней если все сложить то суммарный вектор будет здесь в нуле почему потому что если мы домножим эту сумму на тот же самый корень n степени из единицы то нулевой станет первым 1 станет вторым 2 станет к далее третьим и минус 1 станет опять нулевым потому что в этой степени он будет равен единице это будет то же самое что-то в n нулевое вот поэтому сумма не изменится ну значит это 0 следствие значит аналогичной степени суммы катых степеней тоже равны нулю почти всегда кроме случая когда к равен нулю когда к равен нулю тогда вот эти вот w n степени к это я они все становятся единицами есть будет просто n вот это свойство оно важное потому что мы и будем сейчас пользоваться для того чтобы доказывать всякие свойства про преобразование фурье про некоторую магию которая возникает когда мы хотим сделать обратное преобразование фурье но вот собственно мы сейчас к нему переходим есть многочлен b и обратное преобразование фурье для этого многочлена делает новый многочлен коэффициентами а а с волной и каждый коэффициент а с волной он похож на тот же самым на ту же самую сумму которая была в обычном преобразовании дискретно преобразование фурье сумма бк от их на w n степени к и ты но еще коэффициент единицы на n и отличие еще в том что здесь не минус а плюс это важно потому что если мы здесь поставили плюс надо коэффициент перепутать это об этом сейчас тоже чуть позже да если это преобразование это получается значение многочлена b в корне w n и там для этого коэффициента единица поделить на n нужно для того чтобы как раз чтобы если применить обратное преобразование к прямому преобразование чтобы у нас сумме получилось то что было изначально вот это как раз надо доказать давайте тогда скажем если есть у нас некоторый многочлен а и мы для него выполнили прямое преобразование фурье а потом выполнили обратное преобразование фурье то у нас получится исходный многочлен а действуем все по определению берем коэффициент дискретного преобразования фурье обратного а и ты он вычисляется как единица на n на сумму бк от их w n в степени к и эта сумма в этой сумме бк от и каждый раскладываем на соответствующую сумму произведения а житых на w n степени минус к жи здесь вот минус здесь плюс это тоже как раз важно все-таки вот ожитое они из исходного многочлена уже и что мы сделаем мы ведь единицы на нас уже вынесены наружу поменяем порядок суммирования к жи поменяли и вот в этом произведении вычислим там перемножим эти корни получим w n корень на степени степени к и минус к жи вот значит мы еще вынесем ожитое вот вынесли ожитое и остается вот эта самая сумма w n k на и минус жи как раз которая была в предыдущей линии эта сумма она все почти сюда равно 0 кроме тех случаев когда здесь 0 когда у нас каждый корень от единицы вот здесь мы значит что когда каждый корень от единицы у нас здесь будет сумма равна n вот это вот n он будет ровно тогда когда и равно жи значит здесь будет оставаться только а и т и это а и т до что умножится на n ну здесь у нас еще единицами как раз для этого задумано заранее поэтому получается а и т так вот показали ну а если сделать не обратно привязывание при а приблизывание еще раз то получится многочлен с перевернута порядка 3 центов оп или сошлись а сейчас исправить вы живите веришь и все это что здесь забыл здесь забыл коэффициент какой-то коэффициент ну да сложно заранее в этом подумать если это вот здесь для обратного преобразования фурии мы специально делили на n чтобы потом если взять дфт в минус 1 дфт чтобы это м на n сократилась в тех суммах а здесь она не взят поэтому не должно быть чем вот идем дальше вот оказывается аналогично там в этой в этой же сумме можно посмотреть на нее здесь будет просто не здесь будет не к на именно же а здесь будет как она и плюс g и эта сумма будет равна нулю когда жи равен и а n минус и когда у нас начинай на я точно равна нулю на здесь будет энный корень появляться тогда когда и равняется n минус жи то есть у него он как бы порядке здесь получится на сканской в конце коэффициент а n минус и пи все коэффициенты у нас будут стоять в этом многочлене в результирующем в аппаратном порядке ну и так как у нас не было единиц на n то здесь будет еще умножение на n где используется преобразование фурии оно используется ну чтобы быстро перемножать многочлены как быстро перемножить многочлены начали давайте определим понятие свертки это не совсем свертка вот именно хотя давайте так определим как свертка многочленов это просто произвести многочлен у которого каждый коэффициент равен произведению соответствующих коэффициентов исходных многочленов и оба многочлена нажимки на квести одинаковой степени если у нас есть если у нас многочлены это на самом деле не настоящие многочлены а многочленов каждого коэффициент который коэффициент каждый из которых это некоторый некоторые . на графике какого-то сигнала взятая периодичностью то это просто произведи произведение двух функций вот и когда мы берем такое произведение оказывается что преобразование фурье произведение это свертка двух преобразований фурье это выводится из определение преобразование фурье и там аналогичные штуки возникают аналогичные суммы w и тых и они правильно обнуляется нужных местах остаются только коэффициенты которые являются произведением соответствующих коэффициентов из двух преобразований фурье вот так ну из этого что следует вот только что мы доказали что ну не доказали тогда просто есть утверждение о том что преобразование фурье произведение это свертка двух преобразований свертку можно вычислить быстро потому что мы просто берем попарно перемножаем коэффициенты у нас была проблема в длинной арифметике что чтобы перемножить два многочлена требуется время либо квадратичное либо с помощью алгоритма карацуба точное решение мы получали за n в степени логарифм 3 по основанию 2 вот а здесь хочется хочется конечно быстрее вот оказывается что можно просто взять два многочлена взять у каждого из них преобразование фурье вычислить да нужно понимать насколько это можно сделать быстро здесь тоже конечно если сделать лоб то тоже будет n квадрат вот но с помощью быстрого преобразования фурье его можно вычислить за n лог n вот потом мы когда их вычислим два преобразования фурье нас здесь он лог н потратим 10 лог н потратим возьмем свертку свертка будет стоить нам н и потом нужно будет еще обратное преобразование фурье сделать еще один n log n и там получим а умножить на b вот это вот одно из важных использований преобразования фурье в чем его минус минус в том что теряются так как очень много вычислений с чисел с плавающей точкой то все эти произведения все эти суммы все эти вычисления значений корней из единиц их подстановка она теряет точность теряются точности значит мы получаем хуже ответ если у нас исходные многочлены это многочлены с целыми коэффициентами то для длинной арифметики например да то мы вычисляли их произведения этих многочленов то мы могли точно вычислять значение здесь так не получится потому что нужно сделать превзаем фурье там всегда появляются числа действительные числа числа с плавающей точкой ну и там конечно же потери точности вот поэтому когда требуется точное вычление то призывание фурье я бы и быстрый призывание фурье не подходит так еще одна штука для где используется быстро и дискретно призывание фурье вот есть пусть какой-то какая-то функция на верхнем графике обозначена она задана на некотором интервале туда надеюсь довольно гладкая хорошая эта сумма двух синусов с каким-то коэффициентами достаточно высокочастотные если разложить эту функцию на сумму гармонических то можно увидеть что там 1 1 гармоника там имеет частоту 5 герц 2 гармоника имеет частоту 10 герц ну и вот они там с каким-то коэффициентами представлены эти вот две вот если разложить сделать разложение исходной функции на интервале от 0 до 5 с помощью обычного преобразования фурье то мы увидим сумму двух функций как раз вот сумму двух синусов с коэффициентами вот оказывается что разложение фурье сумма ряд фурье для кстати может быть у вас уже был ли были ряды фурье там как раз можно любой функции там есть разложение на интервале есть разложение на всей прямой можно вот эту функцию всю на на этом отрезке или интервале да разложить сумму синусов с частот с частотами точнее так с периодами являющими делителями длины отрезка с таким периодами да можно разложить единственным образом какой-то возможно бесконечный ряд вот вот есть статья на хабре в которой подробно довольно рассказывается с формулами о том как сделать как получить эти преобразования фурье что это такое и как она связана с дискретным преобразованием фурье дальше просто хочется почему это хочется рассказать потому что дискретным резайн free который мы сейчас обсудили она является хорошим приближением сигнала некоторые функции даже в реальности вот таких вот функций не бывает обычно даже если есть некоторый сигнал и он снимается некоторым устройством то это самое устройство она снимает этот сигнал дискретно в каждой точке просто вытаскивая значения различными ошибок все равно она получается дискретным и количество точек у нас сейчас не посмотрите там картинка нет ну вот на этой статье есть там разные картинки парочку оттуда взял вытаскивается значение которые этим устройством которые заданы в конкретных точках и здесь можно какую-то чистоту выбрать и потом можно используя результаты этих снять этого прибора с помощью этих вот чисел можно попробовать восстановить исходную функцию приблизив ее суммы некоторого гармонического ряда и чтобы получить вот эти самые коэффициенты по точкам значения снятые коэффициенты по точкам значения снятым с некоторой дискретизации можно взять дискретное приблизивание фурье это кажется что она будет в этих точках точности равняться сумме обычного ряда фурье вот так ну и потом когда у нас есть какой-то сигнал который у нас хранится дискретном виде то его хочется научиться хранить эффективно если хранить в каждой точке то мы просто его храним и храним ну окей аудиофайл изображение видео поток все там дискретизировано и можно сжимать классическими алгоритмами которые сжимая мы получаем просто сжатие информации вава вавы довольно неплохо жмутся получаем что у нас такой вот поток он исходно дискретный но мы его может быть не сможем сжать довольно эффективно стандартными алгоритмами сжатия вот а если его разложить в сумму фурье то часто случается так что высокие гармоники они около нулевыми и вот эти вот значения они близки к нулю их можно на самом деле отбросить если их отбросить и потом снова посчитать ряд обратный сделав обратное преобразование фурье снова посчитать исход то что получится то окажется что он будет сильно близко к исходному сигналу и чем меньше мы отбрасываем те больше нас точности но вот окажется что довольно много можно отбрасывать сразу можно там оставить только первую там десятую часть от всего и сигнал сильно не исказится если ваш сигнал изначально был близок к какому-то там какие суммы сумме каких-то симусов это может быть например на свистывание каких-то мелодий к примеру то там можно сильно меньше оставлять частот ну вот собственно в этом и заключается идея мы берем линейный сигнал мы по нему строим вот это на самом деле не многочлен который описывает это просто последовательность коэффициентов последовательность значения сигнала дискретные а 0 а n минус 1 это такой фейк вы многочленности можно сказать вычисляем его дискретное преобразование фурье отбрасываем старшей гармоники и можно хранить только младшие самые значимые и вот от этого обрезанного преобразования фурье можно сделать обратное преобразование и мы снова вас на основе некоторые сигнал который будет сильно близок к исходному в этом заключается как разжать из-под деревня вот вроде бы все про сжатие теперь про обрезанное преобразование фурье тоже довольно несложная штука у нас есть дискретное преобразование фурье который нам хочется научиться вычислять например для сжатия или для перемножения многочленов хочется это сделать за н логами есть у нас исходный многочлен а 0 плюс 1 x плюс 2 x квадрат и так далее а минус 1 x в минус 1 степени многочлена будет 2 в степени к если нам степени не хватает то мы можем конечно дополнить до степени двойки нулями рассмотрим четные и нечетные коэффициенты ну вот кстати дополнение нулями давайте сейчас еще раз вернусь к этому если у вас это просто многочлен то да конечно можно добавить нулями и ничего плохого не случится но если это у вас был изначально какой-то сигнал то добавление нулями означает что вы хотите его представить как некий сигнал который у вас был плюс некоторые некоторые добавки из нулей которые находятся справа от сигнала вы возможно увеличиваете диапазон как всего сигнала конечно так делать не надо просто изначально можно заложить так что у вас есть дискретизация сигнала изначально являющейся степенью двойки от который развивает исходный отрезок на количество значений равные степени двойки некоторые дальше рассмотрим четные и нечетные коэффициент этого многочлена кто такой довольно интересный трюк который позволяет вычислить при вызвании фурье быстрее нечетные учетность средоточного многочлене а нечетные многочлене b у нас получается а нулевой плюс а2x плюс а4x квадрат и так далее а минус 2 в степени x в степени n минус 2 минус 1 и нечетные аналогично тогда у нас каждый многочлен w и 3 значение что нам нужно чтобы вычислить коэффициенты фурье нам нужно подставить корень n степени из единицы и при корень n степени из единицы в исходный многочлен и тогда мы получим коэффициент фурье вот этот коэффициент он равен такой сумме мы можем что сделать мы можем подставить в многочлен а корни уже в степени 2 и корень n степени из единицы но уже в степени 2 и и точно такой же корень можем подставить многочлен b здесь как раз получится квадраты соответствующие и а вот этой самой от этого самого корня он будет равен тем ну то в нем будет ровно та сумма которая была бы в p если мы взяли только четные четные степени точно также подставляя в b этот самый w n степени 2 и ты мы получим то же самое но надо еще домножить на сам корень на корень n степени из единицы и ты в этой степени вот что получается что чтобы вычислить все коэффициенты нам нужно уметь подставлять в многочлен а корни степеней 2 и но их так у нас n эта степень двойки их у нас в два раза меньше достаточно вычислить значение этих вот коэффициентов фурье если бы мы делали бы преобразование фурье для а но уже от корней степень которых в два раза меньше там была степень 2 в степени к следующий на здесь будет степени 2 в степени к минус 1 то же самое для б нам нужно вычислить преобразование фурье для б мы можем вычислить рекурсивное преобразование фурье для б для корней степени 2 в степени к минус 1 здесь будет их будет тоже в два раза меньше здесь n пополам коэффициентов и здесь n пополам коэффициентов вот каждый из них мы рекурсивно вычисляем и чтобы получить и просто держим памяти здесь держим памяти коэффициентов здесь держим памяти коэффициентов и чтобы получить коэффициенты фурье для исходного многочлена p нужно взять соответствующие коэффициенты а с тысяч коэффициенты b домножить здесь вот на корень n степени из ленинцы степень и и все получим то что нужно это та же форма которая была на предыдущем слайде еще здесь небольшое еще раз уточнение что мы должны подставлять сюда корень n степени уже минус 1 степени да потому что w n степени 2 и это w n пополам т степени и вот то есть мы свели к двум многочленных двум рекурсивным вычлением приобретания фурье для степеней в два раза меньше поэтому у нас асиметочка будет tn это от n плюс 2t и пополам что является n логан так и несколько оптимизаций первое можно избавиться от рекурсии изначально есть такая красивая штука можно эти вот коэффициенты которые здесь есть да нужно получается собрать а нулевой а второй а 4 а 6 отложить их в сторону и для них сделать рекурсивный вызов то же самое нужно сделать для 1 на 3 опять оси отложить их и сделать у них рекурсивный вызов вот чтобы не заниматься этим вытаскиванием четных нечетных эффектов а потом из-за этого нужно будет соответственно учить а 2 а 4 а нулевой а 4 потом вытащить а второй а 6 здесь нужно будет там а 1 а 5 а а 3 а 7 а потом когда здесь будет а нулевой а 4 нужно отдельно а нулевой то нужно отдельный а 4 для а второго для а 6 вот чтобы эти коэффициенты посчитать оказывается давайте посмотрим что у нас у нас здесь а нулевое а нулевое а потом будет а четвертое а шестое а давайте посмотрим на значение бит который получается нулевой это 0 0 0 здесь у нас 1 0 0 здесь 0 1 0 здесь 0 1 1 0 вот что будет а 1 а 5 а 3 а 7 это 0 0 0 1 1 и а 7 это 1 1 1 в чем прикол в том что что это за числа если уже правда написано немножко про оптимизация один что это за числом это просто последовательность натуральных чисел это это 0 это перевернутый 1 это перевернутая двойка перевернутая тройка из период 4 из клиента шестерка не сперем то семерка как можно избавляться от рекурсии можно эти все чтобы понять что каково надо первым вычислить надо вычислить а нулевым привязание фурье для а нулевого и а четвертого потом можно вычислить привязание фурье для а второго и для шестого и и слить их как сортировки слияния мы можем делать сортировку слиянием рекурсивно а можем делать ее не рекурсивно если у нас особенно степень количество элементов массиве 2 в степени n то можно сразу брать первые два элемента выполнить их слияние то взять вторые два элемента если выполнить слияние потом сразу их слить в его едино потом там третий четвертый и так далее и здесь рекурсии не нужно можем искать снизу вверх можем предпочитывать парами а а потом каждую пару со следующей парой объединение там четверки обменять том менять восьмерки и так далее избавиться от рекурсии тем что мы идем просто не сверху вниз а снизу вверх но для того чтобы получать нужный коэффициент который нужно обрабатывать в отличие от сортировки слиянием когда у нас все шло последовательно масса здесь не получится потому что нам нужны четные коэффициенты шага который находится выше но если мы проматываем идем снизу то нам нужно знать какие-то именно коэффициенты вот их легко оказывается знать нужно просто взять соответствующие числа последовательными и выполнить их переворачивание нужно научиться переворачивать биты единички 0 0 1 нужно перевернуть бит получится 1 0 0 у тройки был 0 1 1 на перевернуть бит получится 1 1 0 вот эти все переворачивания можно предпосчитать можно и там тоже или довольно несложно делать можно с помощью динамики если у вас есть предпосчет уже для чисел находящих эти познания в той степени двойки то добавление очередного числа тоже позволит рассчитать новый бит то есть некоторая динамика интересная вот плюс что еще нужно здесь здесь все просто мы можем действовать по формуле и рекурсивно написать и все получится просто при вырезании фольер хочется уметь оптимизировать это как раз можно сделать вот с помощью вот такой вот штуки с оптимизация битами и еще важно уметь предпочитать все корни единицы нам нужны все корни всех степеней двоек от единицы до н до 2 в степени к но они по сути являются корнями от единицы до н как корнями степени n из единицы со степенями от 0 до 1 минус 1 поэтому их тоже за n мы все легко вычисляем нужно уметь просто быстро к ним обращаться к нужным к нужным корням и там находясь на очередном уровне рекурсии нужно уметь быстро их к ним обращаться там просто битовыми сдвигами мы сразу получаем нужную степень и обращаемся к нужному индексу вот и еще одна маленькая маленькая оптимизация что помните там на круге на круге корней единицы они все расположены симметрично и оказывается что они еще симметрично относительно оси это очевидно да поэтому все корни степени от нуля до n пополам мы можем вычислить степени больше и мы можем просто взять и отразить но вот здесь вот можно было бы отразить относительно отомнимую часть и это можно сделать для любой степени n но для отчетных степеней можно отразить относительно нуля и просто взять минус корень соответствующей n степени сдвинутый на n пополам здесь был вреда корень противоположным каждому и можно было бы и он сдвинут на n пополам на этой окружности ну вот это последняя оптимизации да и и и и и зале зоне бабочки все вопросы есть ладненько все тогда до свидания спасибо что пришли